Сейчас мы будем готовить блинчики. Есть масленица. Но увлечение к готовке у меня началось не так давно, года два назад. До этого, честно говоря, если готовила, то не могу сказать, что с удовольствием. Мне нравится находить рецепты, искать что-то интересное, что-то новое. Думаю, важно, чтобы был пример. У меня таким примером мама является. Она всегда, сколько себя помню, в детстве всегда... У нас дома никто не готовит, в общем, кроме мамы. Я могу ей позвонить, иногда спросить, что лучше, как приготовить, что добавить, что наоборот убрать. Да, у нас есть в команде традиция. Мы в бане всегда что-то готовим, каждый. И вот я тогда, как раз у нас, когда появилась эта традиция, я принесла чизкейк. Почему именно чизкейк? На самом деле, не знаю. Однажды я нашла рецепт, приготовила. Я помню, что у меня не получилось ни с первого, даже не со второго раза. И мне хотелось что-то добавить или наоборот убрать, чтобы сделать вот его идеальным. Подруги всегда говорят, что вкусно, естественно. Но я-то сама пробую, я понимаю, что хочется еще лучше. Вот. И сейчас, ну, я нашла этот рецепт, готовлю. Ну, всем нравится. Мы очень любим тренера Наполеон. Он приносит, когда у него день рождения. Как говорится, жаль, что день рождения лишь раз в году. Он очень вкусно его готовит, да. И с командой со всеми понемножку общаемся. Но, наверное, больше всего все-таки с Ирой Венской. Мы все это лето вместе тренировались, восстанавливались, вместе жили. Мне кажется, нас это сплотило немного. Вообще, я помню, тот день мы пошли с мамой и с моим старшим братом Лешей отведить Лешу на баскетбол. Я помню, тогда Кузьминок Игорь Максимович набирал группу парней. И я помню, я пришла в зал, мне просто дали в руки мяч. Мне хотелось побегать со всеми, попробовать, что это. На самом деле, я не думала, что мне такое может понравиться, потому что я тогда уже занималась танцами, ходила на флористику. Вот. Но как-то вот затянул меня баскетбол и начала я ходить. Мне тогда Игорь Максимович разрешил ходить вместе с мальчиками, чтобы я ходила с братом. С Игорем Максимовичем, на самом деле, было очень хорошо. Я вспоминаю с теплотой. То время, те тренировки. Такой очень позитивный человек, очень такой добрый, легкий. Помню, нам очень нравилось именно собираться в субботу. У нас в Светлогорске тогда было там по две, по три максимум тренировки в неделю. И мы всегда ждали субботу с нетерпением, потому что в субботу чаще всего это были игры именно, тренировки именно игровые. И с нами играл Игорь Максимович. Вот. А потом мы все вместе ходили в бассейн. Вот. Тоже, ну, было весело. У нас тоже там развлекал. Все время на дно кидал какие-то детальки небольшие, чтобы мы ныряли, доставали. Ну, не знаю. Наверное, танцы для меня это было больше такое вот увлечение, чем-то занять себя. Флористика то же самое. А баскетбол как-то вот прям очень хорошо получалось. Я помню, девочки, когда набрали именно мой возраст, ну, я уже играла лучше, потому что я уже что-то умела. Я уже как-бы тренировалась до этого и с девочками постарше. Вот. И тогда поняла, что, ну, наверное, мне это нравится, хочется дальше. А еще, когда вот позвали в РОР, такая возможность была, от которой, ну, вот, я помню, тогда еще говорили, от такого нельзя отказываться. Если предлагают, нужно соглашаться. Я увидела просто в инстаграме, что есть мастер-класс по глине. Решила попробовать. Вот, как-то я почувствовала, что, наверное, все-таки вот это мне близко. На самом деле, вот, это как раз первое изделие, которое я сделала из глины. Ходила, сделала эту кружку, потом поняла, что хочется еще что-то сделать. Вот. И как-то каждый раз думаю, ну, вот, сейчас последний раз схожу, сделаю вот что-то, вот, что я нашла. Ну, идеи есть какие-то, вот, воплощу идеи и все. Каждый раз что-то пробую новое сделать. Вот. Ну, мне это нравится, мне интересно. Такое спокойное время-перепровождение, тихо, никто не мешает, сама в своих мыслях. Вот, меня это как-то успокаивает, что ли, вот, наполняет. Вот. Ну, на самом деле, есть разные техники, когда лепишь из глины. Ну, вот, чаще всего я лепила просто руками. И по времени, ну, это зависит от сложности. Допустим, самые, наверное, долгие у меня были по сложности, это лоток для яиц и ваза. Это было в районе трех часов, даже, по-моему, чуть больше. Вот. Ну, допустим, кружку слепить, это меньше часа. Но, тоже, это у меня, допустим, я уже примерно понимаю, как это делать. Вот, у меня есть опыт. Конечно, те, кто пойдут в первый раз, это займет больше времени. Иногда так устает людей, что хочется просто побыть одной. У меня много разных книг. Есть своя такая мини-библиотека, как я ее называю, домашняя. Ну, тоже так вот люблю просто побыть одна. Вот. Ну, или гуляю и чем-то вот себя занимаю. Могу в кино сходить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok